Поехали! Друзья, всем привет! Мы продолжаем наше путешествие по Самарской области, находимся сейчас в Шиконском районе, и для серии выпусков к нам присоединяется Владимир Ковалец, который завел нас в какие-то удивительные места, настоящие дебри, которые, вполне возможно, таят немало секретов. Каких же именно, Владимир, рассказывайте? Я привел вас в удивительно прекрасное, но тайное место. Это место было запрещено для посещения при графе Орлове Давыдове, при советской власти. Сюда не было ни дорог, его не было на карте, и здесь построили правительственный санаторий. Великий Чазов для ЦК построил здесь санаторий, и эти места хранят действительно много тайн. Посмотрите, мы подходим к въезду в город. Это город богов. На раскопках было выяснено, что здесь, в 7 веке нашей эры, это совсем близко жили люди, которые пришли из города богов от горы Кайлас. Добраться сюда, на самом деле, действительно, неимоверно сложно. Если, вот как Владимир, точно не знает, где она находится, то вы сюда просто не доберетесь. А если доберетесь, то еще и заблудитесь, скорее всего. Да, то здесь можно и остаться, потому что здесь еще и морочек. И, заметили, аппаратура иногда не работает. Да, да, есть такое. То есть вот здесь, вот наверху, на вершине горы, находился город, обнесенный рвом. Да, рвом, чистоколом. Давайте посмотрим. Отчетливо видно. Отцепка в эту сторону, за ней можно скрыться. А отцепка в ту сторону не оставляла возможности как-то сохранить жизнь, потому что она легко простреливалась. Здесь, посмотрите, насколько... Вот здесь подняться невозможно, да? На вершине был город. С этой стороны неприступный, с той стороны неприступный. И еще окруженный рвом, чистоколом, стеной. Вот что хранилось здесь такого, что нужно было охранять до такой степени. Представьте, стенку 200 метров. Какой-нибудь город в Европе имеет такую мощность? Итак, мы идем по дну рва древнего городища. И, честно говоря, это впечатляет. А какие-то еще проявления, не знаю, энергетические присутствуют в этих местах? Да, да, да. Здесь есть так называемые зоны ужаса. Ого. Когда идешь, и нападают ощущения дикого страха. Просто понимаешь, дальше я не пойду, умру, но не пойду. И после... Опа. Как-то вот на этом месте мне приходит в голову абсолютная плашь остановить людей и сказать, попробуйте услышать имя, которое придет вам на ум именно вот на этом месте. Остановились, люди постояли. Ничего не произошло. Пошли себе дальше. Так, что же было дальше? Через два дня мне эта женщина написала, что она приняла за полную ерунду, что ей пришлось здесь имя Огул. По буквам Огул. Она залезла в интернет и выяснила, что имя-то такое было. У единственной женщины в истории, по-моему, одна из жен Чингисхана, регенша и вообще очень известная леди того времени. Не знаю, ребята, верить в эти истории или нет, вы решаете сами. Я почувствовал одно. Здесь реально дикая, какая-то необузданная природа. Возможно, сам лес охраняет городище от случайных путников. Ну, на сегодня нам уже пора заканчивать и отправляться дальше, искать не менее загадочный и уникальный белый камень. Все путем. Редактор субтитров А.Семкин